Красная икра в российских магазинах подорожала на треть в сравнении с прошлым годом. По данным Ростата, в апреле килограмм лососевой икры обходился покупателям в среднем в 4700 рублей. В предыдущий раз такие цены на красную икру фиксировались в 2011 году. Чтимость килограмма икры достигла 4000 рублей в ноябре 2020 года, передает РИА новости. Информацию о подорожании икры на 30% за год подтверждает директор сети супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова, а по словам основателя сети «Маримания» Виталия Корнева, оптовые цены за этот период подскочили на 50%. Красная икра – сезонный продукт, традиционно дорожающий в апреле и мае из-за уменьшения запасов, объясняет управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов. А по мнению управляющего партнера Аграм Персант Фоотчо Муничетионц Ильи Березнюка, рост цен спровоцировал небольшой улов лососа на Дальнем Востоке. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом цены на икру непрерывно раствуют с июля прошлого года. Вылов лососевых с учетом жизненного цикла этих видов рыб традиционно сравнивают по тщетным и нечетным годам. Вылов лососевых в 2019 году превысил 498,2 тысячи тонн, а объем добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше 676 тысяч тонн в рекордном 2018 году. Возможный объем вылова тихоокеанских лососей в 2021 году, по данным Росрыболосства, оценивается в 459,3 тысячи тонн. Дефицита и икра в России Росрыболосство не прогнозирует. В ведомстве считают, что предстоящая лососевая Путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икротихоокеанских лососей.